МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании «Гомель». У студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Урачистые митинги, закладка капсулы часу, спортивные святы и велопробеги. В регионе стартовали мероприемствы до Дня Незалежности. Подарунок автомобилистам у «Гомеля» после реконструкции открыли в улицу Шаученки. До помогать бизнесу, предприимальники будут часово платить податок по зменшенной у двоя ставцы. А зараза б гэтым меньшим, больш подробязна. У Палацы Незалежности у юбилейных год 75-й год для Великой Промоги и напереда Днігалунага Державного Свята Дня Незалежности Александр Лукашенко уручил Державные узнагороды заслуженным людям краины. У гоноровым списе – представники разных профессий. Их перемоги – особистые достигнения новотворчастей в операционных, науковых лабораториях або спортивном Олимпе. Среди узнагородженных сёння – прокурор Гомельской области Виктор Морозов, який отримал посвечения об присвоении гонорового звания, заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь. Александр Лукашенко тёпло повиншовал усих с надыходящим святом и высокими узнагородами. У Гомеля стартовали святочные мероприемства, присвеченные Дню Незалежности Республики Беларусь. Врачистый митинг пройшёл сёння на Аллее Героев. Отдать данину поваги проткам, яке подарили краине мирное небо, пройшло сотня хамельчан. Сирот их – ветераны-проставники керавництва в области города, громадских организаций, войсковцы и молодь. Подчас проникнённой промовы удельники митингу вспомнили про тех, кто не пришёл с поля в битву, кто помёр от рану в шпиталях, тё у вооружим полония. Молодое поколение пообіцало заховать и примножить добробыть, сдабыты нашими протками, и зробить всё макчимое, деля розквиту нашей краины. Кульминация урочистого мероприемства у складанья до мемориалу вянков и кветок. Память героя ушановали хвилиной молчанья и збройным салютом. Я горжусь, что мы провели и завтра ещё проведём вот эту акцию памяти жертвам фашизма. Мы завоевали честь и независимость нашей родной Белоруссии. Надо сохранить её, молодёжи. Везде я прошу молодёжи. Ну, кто мы? Мы уже только выступаем и говорим, а маму делать надо дела. Я считаю, что не только для меня, но и для всех моих сверстников 3 июля – это знаменательный день. Это праздник, когда мы вспоминаем память. Мы благодарим ветеранов, которые обеспечили нам мирное небо над головой. Подобные мероприятия, митинги стоит проводить для того, чтобы увековечить память, для того, чтобы молодёжь и немолодёжь не забывала об этом празднике и о том, что произошло много лет назад. Важная транспортная артерия города. Сёння после реконструкции у Гомеля открылась в улице Шаученки. Урочистости промерковали до Дня Незалежности Беларуси. Про новые макшимости для автомобилистов расскажет Ганна Корольчук. За всю историю своего иснования, а это больше за 150 годов, эта улица не была такой комфортной. До Великой Отечественной войны она носила имя Папанина, и тут находился будинок клуба чагуночников. В 1957 году в улицу переименовали, и с тех часов она носит назву по прозвищу украинского письменника Тараса Шаученки. Что годовый рост колькости автомобиля в городе потребовал активного включения в улице в схему транспортного руха. Решение об реконструкции в улице приняли в 2019 году, а в этом приступили до реализации проекта. На выполнение работ с Харатского и областного бюджетов выучили 4 миллиона рублей. Это еще один шаг в той программе реконструкции наших сетей, транспортных сетей города, которые последние годы осуществляются. Можно вспомнить и Барыкина, Интернациональную, Кирова, Федюдинского улицу, ряд других улиц. Это последовательная программа ее осуществления. Потому что, ну, хотим мы того, не хотим, но транспорт каждый год очень значительно прорастает в нашем городе. И мы должны принимать меры, чтобы эти вызовы как-то достойно принять. Урочистые открытия в улице Шаученки примерковали до Дня незалежности Беларуси. У им примало удел кировництва в области и города. А так само ты, кто был заденечен в ободовництве. Работы были выконаны за пять месяцев. Что день на объекте находилось около ста человек, которые працовали у весь светловый день, включающий выходные. За профессионализм и укладу реконструкции инженеры и рабочие отремали гоноровые грамоты от Гомельского горбы Конкама. Открытие в улице Шаученки изменит логистику в городе. Зъезд с Полеска моста дозволит разгрузить центр Гомеля. В употок машин с вокзалу теперь сможет обмянуть в улицу Советскую и проспект Перамоги и напрямую накероваться в Советские або Сельмашевские районы. Протягался реконструированного участка, складая коля километра. А дорогу от улицы Курчатова до Докутович поширили с двух до штрех полос, что повеличило пропускную сдольность в улице. На этом небольшом участке меньше километра улицы по длине 26 километров кабелей было приложено различных назначений. Конечно, была устроена линевая канализация, обеспечен водоотвод, устроено новое освещение. В наступном году городские улады планируют провести реконструкцию магистрали от улицы Крупской до Советской, что звяжет Сельмашевские центральные районы Гомеля. Анна Коральчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Непарывная совесть поколеннеу. Лист у будущенью сёння отправили жихары Гомеля. Капсулу часу заклали на Яблоневой аллеи побаж вспомникам ахвярам фашизму. Внутри пожадания и заповеты нащадкам любить и клопотиться про свою краину, примножать досягнение и поспехи, шановать и поважать старейшее поколение и памятать про историчный подвиг нашего народа. Мы, как каштовную эстафету, передаем вам свою веру, лепшую будущую, свои надеи и имкнение. Живите дружно, гадуйте дятей и беражите свет. Над текстом працавали ветераны Великой Айчиной войны и депутаты Палаты Протставников. Важно оно для того, чтобы знали, как мы жили, как мы работали, как мы чтили этот праздник, как мы чтили эту победу. Ведь сегодня такое время, когда переписывают историю. Я хочу пожелать поколению нашему, чтобы они были здоровы, чтобы любили нашу республику, чтобы они гордили, что они живут в Белоруссии и чтобы они всегда гордо говорили «Я белорус». Некоторые разделяют мнение, что надо быть западом и все такое прочее. Мы были всегда гордыми народом и гордой страной. Независимость должна существовать. Раскопать капсулу требовал день 100-годовой годовины Великой Перамоги 9 мая 2045 года. Весь в этот час оригинальный текст послания будет заховаться в Харатском клубе военно-гисторичной реконструкции. Выступления черлидеров, майстра класса, веншаванни и подарунки. У Житковичах до дня незалежности промерковали спортивное свято «Мы разом». На его с подарунками завитали гости с буйных предприемствов и спортивных федераций региона. Инвентар, форма солодкости, приемные сюрпризы чекали детей из 8 среднеэдукационных и спортивных школ города и района, которые не уявляют своего життя без спорта. Юные футболисты, волейболисты и команда черлидеров подчас свято ладили видовичный флешмоб. На двор я спрыяла, тому, как этот день запомнился хлопчикам, девчонкам и всем гостям свято надолго. А для самых маленьких же хоров Житковичского района працавали аттракционы, пляцовки вуличных и народных гульняв. Лето – самый час для активного отпочинку и умоцования здоровья детей. Тому подарунки от предприемства «Успартак», «Мазырсоль», «Радамира», Федерации по теннисе и баскетболе вельми даречи. УСК Пахомельской в области организовала четвертый открытый турнир по мини-футболе в Жлобине. Мероприемство присвечено 75-ти годзю перемоги в Великой Айчинной войне. И запомнилось оно удельникам не только спортивным споборництвам. Миколай Скинтиян протягне. Мероприемство у Жлобинским Центра Олимпийского Резерву объеднало шесть команд, у якие уайшли працтауніки розных силовых структур. Усеяны тесно супрацовничают с гомельскими следшими. Гэта их столичная коллеги, супрацовники органа внутрных справ Жлобинского райвы Канкама, гомельские судовые эксперты и пограничники. Организаторы зарабили усе махчымы, а капдень был насычным, а от пачыны комфортным. Пад шас турниру супрацовникам Следшого комитета и их семьям пропоновали наведать мемориальный комплекс «АЛА», культурные и спортивные установы. Керовництво областного управления Следшого комитета упоўнено. Усё у гэта дзень повинна быть особливым. Навад узнагороды для спортсменов. Уникальная экспериментальная распрацовка Добружского фарфорового завода. Али перамога тут негаловная. Значно важнее яднане с коллегами. Соревнования, которые проходят под эгидой правоохранительного блока соревнования наверное только во второй степени. В первую очередь это единение различных органов, налаживание каких-то контактов и взаимосвязей. И я по жизненному, по своему собственному опыту знаю, что если это взаимодействие складывается вот где-то вот так на спортивной арене, то в практической деятельности это сказывается исключительно положительным образом в части увеличения каких-то наших моментов во взаимосвязях, во взаимодействиях. Звычайный турнир проходится незадолго до дня перемоги. По объективных причинах все лето мероприемство перенесли на позднейший час. Так, те иначе следшие не могли обойти важное по идее в истории краины. Мы помним, что благодаря мужеству, героизму, доблести наших предков мы имеем возможность работать, трудиться, жить под мирным небом, воспитывать детей и в том числе заниматься спортом. Все лето четвертый турнир по мини-футболе изменил статус международного на открытый. Бранские следшие не смогли наведать Беларусь, как принять уделу с поборницей. Управление Следшего комитета по Гомельской области спадеется. В наступном годе добрая традиция святкования Дня Перамоги отбудется разом с замежными коллегами. Миколай Скинтиян, Игра Марышенко, телерадо и компания Гомель. Память живая. Велопробег под такой назвой прошел сегодня у Гомеля. Его промерковали до 75-ти год Перамоги в Великой Айчинной войне и Дня Незалежности. Удельники, студенты и супрацовники Гомельского державного медицинского университета. Стартовал пробег для корпуса в НУДе с добрыми пожаданиями до вела матра узвернулся ректор Анатоль Лызиков. Затым удельники накеровались до мемориалу народным ополченцам и усклали к ветке. Далее 15-ти километровый маршрут включал заречную зону СОЖа. Хочу от души поздравить все студенчество, все молодежь Республики Беларусь, гомельчан. А проедем мы по местам памятным по местам мемориалов воинских захоронений вечный огонь. Хотим отдать дань и поклониться тем людям, которые собственно эту независимость для нас сохранили. Святочные молодежные велопробеги по знаковых местах Великой Айчинной войны в эти дни проходят в многих районах в области. Их удельниками станут больше как 500 человек. Завтра подчас святкования Дня Незалежности гомельчан и гости города запрашают долучиться до республиканской акции выконать разом гимн Беларуси. Акция начнется в 22 часа и 55 минут. Пляцовок некольки. Каля лядового палаца в микрорайонах Костюковка и Любинске зонят подчинку пруды на набережной раке Сожа так само по проспекте космонавтов 70. после неба города расцветит святочный салют. До иных тем. У Гомельской в области активно укороняются нормы 143-го указа президента об поддержке экономики. Приватному сектору працавать у пандемии складано. Многие сферы оказались вельменно простым становищем. Об властной справе, якая любовна все жить навык тады кали тяжко. Наши корреспонденты пахутарили с Гомельской предпринимательницей. Катерина в бизнесе 8 лет. У свой час кончила белорусский державный университет транспорта, стала бухгалтером. Крихо працавала в державной структуре, а потом народила сына и пошла в декретный отпуск. И чем ближе было до его завершения, тем больше мощным становилось ожидание открыть свою справу. Не то, как великий бизнес, а просто заняться с Вольницы от Ульги все стабильно и отправиться у одиночное плавание. И все ж таки заручившийся под трымкой мужа Катерина стартовала, оформила индивидуальное предпринимательство и стала пропоновать фотопослуги. Спочатку спробовала себе у разных жанрах, а потом выделила приоритетные весельную вздымку и жанутшие портреты. Конечно, было страшно и волнительно уходить в свое дело, в свое собственное плавание, но ни одной на огромную ответственность, которая лежит только на тебе, не на кого это переложить, не на кого положить. То есть только ты сам решаешь, что ты делаешь в своей жизни, как ты это делаешь. И это одновременно и сложно и очень здорово, потому что именно ты сам строишь свою жизнь. То есть ты планируешь и свое время, в том числе и рабочее, и отпускное. То есть это свобода, которая дорогого стоит. Пандемия болючше ударила бизнесменов взрослых сфер, но больше за все потерпела галена послух. Без ежи прожить нелега, а без фото можно. У Катерины резко снизилась колькасть заказов и все рабочие поездки до заказчиков зусе Беларуси и российских регионов практически спынились. И таки незайздросные справы у многих предпринимальников. Каб некогда помогший экономиться целым и бизнесу приватности, президент Беларуси Александр Лукашенко на приконце красавика выдал указ номер 143. Уим, як мы рассказывали не раз, меры подтримки бизнеса для минимизации уплыва на экономику с усветной ситуацией, связанные с COVID-19. Президентом Республики Беларусь в апреле месяце принят указ номер 143 о поддержке экономики, в котором установлен ряд мер по поддержке бизнеса в условиях мер и эпидемиологической ситуации, одной из которых является налоговая поддержка. Указом определен вид деятельности наиболее подвержен неблагоприятным воздействием в сложившейся ситуации, которым по уплате налоговых обязательств предоставляется отсрочка, рассрочка и налоговый кредит. Так, местными органами власти уже приняты в отношении девяти плательщиков указанное решение. В основном это такие виды деятельности, как общественное питание и услуги населению. Индивидуальным предпринимателям предоставлена возможность перехода на иные режимы налогообложения. На сегодняшний день ряд плательщиков уже воспользовались и перешли на уплату налога при упрощенной системе налогообложения. Кроме того, областным советом депутатов принято решение об снижении ставок единого налога в два раза для индивидуальных предпринимателей и физических лиц на третий квартал 2020 года. У Гомельской в области плательщиками одинаков податку заявляется 9 375 индивидуальных предпринимальников. В третьем квартале яны будут платить податок по сменшенной удвоя ставцы. Марина Джала, Євген Макенко, телерадиокампания Гомель. Это и так самая новинная информация об проектах телерадиокампании Гомель. Вы можете узнать на нашем сайте интернет по адресу www.tvergomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь-4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Петриковском районе мужчины ловили рыбу на донную удочку и поймали на крючок утопленника. Они стали сматывать леску и поняли, что зацепилось нечто странное. Когда на поверхности воды появилось тело человека, сообщили в милицию. Оказалось, что утонувшего стали искать за несколько дней до этого инцидента. По словам работников освода, мужчина, житель Житковического района, вел ассоциальный образ жизни. С начала года в Гомельской области на реках и водоемах утонули 28 человек. Половина из них находились в состоянии алкогольного опьянения. По схеме выпил, пошел искупаться, утонул. На днях расстался с жизнью 18-летний парень. В Мозере на берегу водоема в районе улицы Полесской компания из 12 человек весело проводила время. А на следующий день молодые люди недосчитались своего приятеля. В 17.00 сообщение поступило спасателям освода. При помощи водолазов те проверили водоем и на глубине около двух метров обнаружили тело юноши. По оценке положения тела и так далее скорее всего человек ушел купаться в темное время суток и потерял ориентацию в пространстве и скорее всего поплыл не в ту сторону. На 12 человек молодые люди приобрели 12 бутылок водки. Сейчас идет расследование обстоятельств происшествия. В преддверии праздничных выходных озвод еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Постоянного контроля за несовершеннолетними детьми и недопустимости употребления спиртных напитков вблизи водоемов. Также спасатели просят быть бдительными и рыбаков. На днях деревня Чкалова Гомельского района из воды вытянули мужчину. На руке у него была намотана рыболовная сеть. Попытался дать инспектору взятку. За 20 рублей меньшанин хотел откупиться от целого букета нарушений, которые выявили сотрудники Чечерского районного отдела госавтоинспекции. На лицо у водителя микроавтобуса были признаки алкогольного опьянения. Отсутствовал тихосмотр, машина вовремя не прошла государственную регистрацию. В общем, водитель решил действовать безотлагательно. Открыл заднюю дверь служебного автомобиля и положил на сидение купюру достоинством 20 рублей. Инспектор ДПС потребовал от водителя забрать деньги и предупредил об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Информацию о попытке дачи взятки он передал в УДС РУВД. В результате на мужчину было составлено три протокола, один из которых за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Действием мужчины дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки. Выманил у пенсионерки 4,5 тысячи долларов, обещая, что поможет ее дочке избежать судимости. В Гомеля милиционеры вычислили мошенника, который попытался построить счастье на чужом горе. Мужчина убедил мать задержанной, что найдет хорошего адвоката и тот выиграет дело. Но по факту нагло обманул опечаленную женщину. Та два месяца передавала ему деньги, а мошенник тратил их на свои нужды. Суммы, запрашиванные на адвоката, варьировали в среднем от 100 до 1000 рублей. Все деньги гомельчанин потратил на развлечения. Обман скрылся, когда дочь потерпевшей приговорили к лишению свободы. Она сообщила об этом матери. В переписке также выяснилось, что к осужденной во время следствия адвокат знакомого ни разу не приходил. Действием мужчины следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Спасатели помогли жительнице Калинковичей достать из блендера палец. Женщина засунула его туда по неосторожности, когда готовила тесто, а вынуть уже не смогла. Работники МЧС провели спасательную операцию при помощи пассатижей с диагнозом рваная рана пальца. Пострадавшая была госпитализирована. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле проходят Республиканские Олимпийские дни молодежи по теннису. За победу на кортах областного центра Олимпийского резерва сражаются юноши и девушки в возрасте до 15 и до 17 лет со всех областей страны и города Минска. УДМ в Гомеле второй официальный республиканский старт в теннисном календаре после паузы вызванной пандемией. В конце минувшей недели в Минске прошел открытый чемпионат страны. Беларусские теннисисты по соревновательным баталиям соскучились. УДМ в Гомеле собрали всех сильнейших. На корты вышли новоиспеченные чемпионы страны и обладатели высоких позиций в мировых рейтингах в фаворитах команды из столицы. По поводу состава сборной Минска хочется сказать, что принимают участие у ребят Остапенко Даниил, игрок национальной сборной Беларуси, который участвовал в матче Кубка дается против сборной Германии. У девочек Фолей, Алена и Дмитрук, Кристина, это игроки топ-30 мирового рейтинга до 18 лет. И также они стали победительницами чемпионата Беларуси среди женщин в парном разряде буквально на прошлой неделе. Очень сильный состав. Но и в Гомеле мы знаем, что есть очень неплохие игроки. Именно гомельчане составляют главную конкуренцию столичным теннисистам. Серебряный призер юношеского командного первенства Европы Дарья Хамутянская сейчас учится в столичном центре олимпийской подготовки по теннису. Однако на состязаниях защищает честь родного региона. Теннисистка уверена, что получится дать бой минчанам на домашних кортах. Команда сейчас действительно в хорошей форме. У нас многие игроки уже тренируются в Минске и приехали здесь представлять нашу Гомельскую область. Поэтому я думаю, даже перерыв особо сильно не повлияет на наше выступление. Микориция действительно хорошая. Минская команда в этом году достаточно сильная. Поэтому надо будет работать, чтобы выигрывать. Для Гомеля проведение Республиканских Олимпийских дней молодежи событие знаковое. Таких стартов на кортах Гомельского цора не было уже давно. Право на проведение турнира учреждение заслужило в немалой степени благодаря успехам своих воспитанников. Подобные мероприятия мы проводили в последний раз более 10 лет назад, когда еще теннис только-только зарождался. Еще не было качественно подготовленных спортсменов на таком уровне. Еще даже гомельские спортсмены не имели возможности участвовать в серьезных турнирах. Сегодня представители нашей команды являются фактически лидерами белорусского тенниса в юниорской и юниорской категории от 15 до 17 лет. Представляют не только гомельский регион, но и страну на разных международных спортивных мероприятиях. Проходят Республиканские Олимпийские дни молодежи с соблюдением всех эпидемиологических требований. Победители турнира станут известны завтра. 3 июля стартует второй круг чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Игровую программу 16-го тура откроет Славия и Слуцк. Поединок пройдет в Мозере на стадионе Юной с начала в 17.00. В таблице чемпионата у соперников равное количество набранных баллов по 18.00. Команда из столичного региона располагается на строку высшем на 11-м месте Мазеряне на 12-м. Все представители нашего региона в первой лиге футбольного чемпионата в 11-м туре играют на выезде. Лидер турнирной таблицы Речицкий спутник 4 июля отправится в гости Корше. Гомельский локомотив в этот же день сыграет со второй командой чемпионата с Маргонью на ее поле. Гомель встретится со шмянами. 5 июля светлогорский химик в Лунинце сыграет с Микошевичским гранитом. Сегодня Гомель сообщил о подписании 19-летнего российского полузащитника Дмитрия Митрога воспитанник московского Спартака. На счету футболиста 48 матчей в молодежном первенстве России и две игры в футбольной национальной лиге. Вызывался в ряды юношеской сборной России. Станислав Лемешко уходит из ВРЗ. за пять сезонов в составе вагоностроителей игрок провел 198 матчей в национальном чемпионате по мини-футболу и кубке страны забил 44 мяча. Вместе с командой четыре раза становился серебряным призером чемпионата Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok